Дорогие друзья, дорогие братья и сёстры, я вас всех сердечно приветствую в этот вечер и желаю, чтобы Господь сегодня поговорил опять с нашей душой, чтобы Он сказал многое полезное, назидательное. Два вечера тому назад мы говорили о том, чему навстречу идёт Церковь. Мы говорили о её восхищении, о том, что её ожидает в будущем. Но что будет с теми, кто останется? Кто будет с теми, кто не хочет веровать в Господа Иисуса Христа? Чему идут они навстречу? Если Библия говорит, страшно впасть в руки Бога Живого, то сегодня этому мало кто хочет верить. Ведь Бог есть любовь, и мы показываем, люди показывают Бога только с одной стороны. Апостол Иуда говорит, одних страхом спасайте. Или Библия говорит, что наш Бог есть Бог-ревнитель, и Бог любит до ревности. Что будет с теми, которые отвергли Его любовь? Сегодня и в следующий вечер мы будем говорить об этой теме. Время великой скорби. Это шестой период времени от восхищения Церкви до второго пришествия Иисуса Христа на землю. В Библии этот период многие называют, или понимают, что это период так называемой 70-й седмины, как пророк Даниил ее называет. Другое имя этого периода – День Господень, или это День Гнева, День Ярости Божьего и День Божьих судов. Это время восьмого сатанинского царства на земле, или царства Антихриста. Мы говорили о семи царствах века сего или мира сего, о человеческих царствах. Теперь восьмое царство будет сатанинское, а девятое будет царство Господа нашего Иисуса Христа. И в настоящее время идет интенсивная подготовка во всем мире в различных направлениях для того, чтобы это царство установить здесь на земле. О плане дьявола мы уж говорили один вечер. И вот сегодня люди готовятся в политическом направлении, в религиозном и в экономическом направлении. Цель политического движения – выдвинуть Антихриста на мировой престол. Для этого нужно разрушить все государства, экономику, политику. Для этого нужно загнать все страны мира как можно глубже в долги, в экономические проблемы, для того, чтобы можно было сделать такой государственный переворот во всех странах и объединить их все в одну мировую державу. Религиозное движение идет во всем мире, и цель этого – создать вавилонскую блудницу, которая бы помогла Антихристу встать на этот престол. И экономика всех стран мира мы видим, в каком она состоянии, и цель – создать великий вавилон, то есть единую мощную экономическую мировую систему, которую будет контролировать Антихрист. И как жалко, что люди в этом мире не знают, куда идут, что они не понимают, куда ведут их масоны, что они не видят, в какое направление их тянут, и насколько лучше нам, верующим, зная Библию, читая, понимая ее, имея Духа Святого. И Петр говорит во втором послании, в первой главе, в девятнадцатом стихе, что мы имеем вернейшее пророческое слово. И как хорошо, когда мы верим этому слову, когда мы живем по этому слову, ибо это слово для нас – яркий свет, который горит в наших сердцах. «Пусть неизвестно мне, куда иду я, но я спокоен, путь мой знаешь ты», – поем мы в одном псалме. И вот это время великих судов Божьих, это время суда над Домом Божьим, над Церковью, об этом мы уже говорили, это суд над миром, над Израилем, над Вавилонской блудницей, над Антихристом, уже пророками, сатаной, это суд над оставшимися после Армагеддонской битвы в живых людьми, и это потом, через тысячу лет, суд у Белого престола. Вот этим семи или шести судам идет мир навстречу. Тот мир, который, отвергая Бога или будучи ладикийскими христианами, останется на эту великую скорбь. Вот эта скорбь, эти семь лет, делятся на два периода, по три с половиной года, и тогда некоторые местописания говорят время, два времени и полвремени, то есть три с половиной, или сорок два месяца, или два раз по 1260 дней. У евреев в месяце всегда 30 дней, и потом у них добавляется тринадцатый месяц с оставшимися днями, поэтому еврейский месяц 30 дней. 42 умножить на 30, получается 1260. И в первой половине этого тяжелого периода гнев Божий еще будет смешан с милостью, а во второй половине великой скорби милости Божьей больше не будет никому. Ярость и гнев Божий будет на оставшихся тогда людях. Так вот, в книге Откровения Иоанн показывает, что будет в дальнейшем, когда будет взята церковь. Он видит Божий престол. Вокруг престола 24 агн старца на престолах, в белых одеждах, с золотыми венцами на голове. О них мы тоже говорили уже. Но он видит что-то больше. Он видит, что есть там у престола свиток или книга, запечатанная семью печатями. И на небе спрашивают, кто достоин распечатать вот этот свиток, то есть снять эти семь печатей. Раньше таких книг, как мы сегодня им не было. И, значит, писали на коже, на пергаменте, его сворачивали трубочкой, свиткой, и если никто не должен читать, то его закрепляли печатью. Так вот, здесь Божий план для будущего мира. Божий план великой скорби. Он в этой книге. И для того, чтобы узнать, что внутри написано, нужно снять эти семь печатей. Только тогда можно будет читать, что Бог предопределил для будущего мира. И там на небе говорят, что нет никого, кроме Агнеца Божьего, который достоин снять эти печати. И вот этот Агнец Божий, этот Иисус Христос, снимает одну печать за другой. В то время, как он на небе снимает печати, ну так, аллегорически описано все, здесь на земле происходят великие события. То есть, на небе прошел брак Агнца, и открываются эти печати, а здесь на земле, или на небе уже было судилище Христова, так я хотел сказать, а здесь на земле начинаются различные суды Божьи. И когда Агнец снимает первую печать, Откровение, 6 глава, первые два стиха, И видел я, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, их было четыре вокруг престола, это Херувимы Божьи, говорящий как бы громким голосом, иди и смотри. Я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, имеющий лук, дан был ему венец, и вышел он как победоносный, чтобы победить. Вот этот всадник на этом белом коне – это Антихрист. Это не Христос, и многие люди путают его с Иисусом Христом, который подобно же описан в 19 главе. В следующий вечер мы будем о нем читать. Но здесь выходит Антихрист не с мечом Слова Божьего, который идет из его уст, как у Христа, но он с луком, а лук и стрелы только у лукавого. Он старается поражать верующих своими ядовитыми стрелами. И вот этот Антихрист как бы будет нести мир всему миру. Он будет ложный мир нести, стараясь объединить все народы для того, чтобы создать мировое государство и мировую религию. Ему дан этот лук, и ему был дан венец, и он вышел как победоносный, чтобы победить. А наш Христос давно победил, он победитель, а этот хочет победить. То есть усилия религиозного мира через обольщение еще больше объединить оставшихся на земле христиан вместе с людьми различных течений. И вот когда была снята вторая печать, мы читаем в третьем и четвертом стихе. «И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящий, иди и смотри. И вышел другой конь, рыжий, и сидящий на нем, и дано ему взять мир земли, и чтобы убивать друг друга, и дан ему большой меч. Вот этот всадник на втором коне, он олицетворяет войну». Это будет результат всех политических интриг. Вот все эти вооружения, которые готовятся, о чем я в прошлый раз уже говорил, все это делается с той лишь целью, чтобы подготовить мир к третьей мировой войне. И эти войны тогда начнутся. Если в прошлой мировой войне участвовало 72 государства мира, то в следующей мировой войне, очевидно, будут участвовать все страны нашей земли. И когда была снята третья причать, то выходит черный или вороной конь, и конь черный обозначает голод. Это результат всех экономических интриг. Все вот эти экономические кризисы, все эти проблемы в бывшем Советском Союзе, весь этот голод в странах третьего мира, это все сделано искусственно, сделано с той целью, чтобы те люди были недовольны положением, чтобы они были за войну, чтобы сделать какое-то равноправие среди всех рас и народов земли. А здесь, в нашей стране, другие различные проблемы, которые тоже приводят к тому, чтобы люди были не готовы, недовольны существующим положением. И вот этот черный вороной конь отцетворяет голод. И когда была снята третья, четвертая печать, появляется бледный конь и всадник, а это смерть. Эта цель, это результат всех этих интриг, цель этих масонов, цель этих людей, которые в союзе с сатаной, которые хотят поставить антихриста на мировой престол, их цель уничтожить как можно больше людей, загнать людей как можно больше экономические, промышленные, религиозные, или экономические, политические, и религиозные проблемы, чтобы все страны или народы во всех странах мира были недовольны существующим положением и стремились к новому и к мировому порядку. И результат этих четырех судов – смерть одной четверти населения нашей планеты. То есть это только начало этой скорби, еще печати не все сняты, а полтора миллиарда людей, очевидно, погибнут, так говорит Библия, в результате этих проблем, которые возникнут здесь на земле. И вот когда снята была пятая печать, Откровение, шестая глава, с девятого по одиннадцатый стих, и мы читаем. «Я увидел под жертвенником души, убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели, и возопили они громким голосом, говоря, «Да коли, владыка, святые истины, не судишь и не мстишь, живущим на земле за кровь нашу!» «И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились, еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят числом». Часто люди говорят, что это очевидно, церковь Божия на земле, которая должна еще пройти через великую скорбь. Но мы говорили на основании многих мест Писаний, что очевидно, церковь Божия будет взята до этой скорби. И вот здесь эти души убитых, они просят Бога отомстить за ихнюю кровь. А разве христиане просят Бога мстить за них? Христос молился за врагов их, за врагов его, которые убивали его. Стефан молился за своих убийц. И нас учил Христос молиться за врагов наших, идти за тех, которые нас преследуют и ненавидят. И очевидно, тут речь не идет о верующих христианах. Тут речь идет, очевидно, о евреях. А по закону Ветхого Завета эта месть разрешалась. Я понимаю так, что здесь речь не идет о людях из христиан. Но возможно, все то, что и есть христиане, это что еще некоторые должны быть убиты. То есть, во время великой скорби начнется сильное гонение на истинный христиан. Ведь печать и начертание зверя не каждый примет. А кто не примет, будет убит. А кто примет, тому уже нету, ни одному нету спасения. Они все до одного погибнут. Поэтому здесь, как говорят неверующие иногда, пан или пропал. Или я соглашаюсь принять это начертание и я погибну, или я не принимаю и умираю. Благодать Божья еще будет для людей, но не так, как сегодня, даром. А тогда человек должен доплатить своей кровью, доплатить своей жизнью, чтобы получить спасение. И многие говорят, ах, если мы теперь не будем готовы к восхищению церкви, тогда, когда церковь будет взята, тогда уже мы соберем все силы и будем верны Господу. У кого не хватает сегодня смелости быть христианином, вряд ли у того хватит потом смелости быть настоящим христианином. Кто сегодня не может расстаться со своими греховными привычками, со всем, что из мира затащено в церковь Христову, вряд ли тот потом захочет расстаться со своей жизнью ради Иисуса Христа. И тот, кто что-то любит более нежели меня, не достоин меня, сказал Христос. Но это место говорит о том, что во время великой скорби будут многие люди, которые увидят, что он мой муж, моя жена, мои родители, мои дети, или родственники, соседи, друзья, товарищи по работе, которые были верующими, они забраты на небо. Значит, то, что они нам проповедовали, истина, и теперь останется только одно, не принять антихриста. Пусть лучше мы будем убиты, но мы получим спасение. И вот эти люди говорят, пожертвенникам эти души, подождите, во время великой скорби еще будут люди, которых убьют, и после они будут взяты на небо. И вот, когда была снята шестая печать, случилось на земле великое землетрясение. И в последнем стихе этой шестой главы мы читаем такие слова. Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? Кто может устоять? Вот эти люди из-под жертвенника, или души, убьенных за слово Божие, и эти 144 тысячи израильского народа, это все, которые смогут устоять, которые получат печать Божию, и которую доплотят своей кровью, эти мученики Ветхого Завета, они выйдут спасенными из этой великой скорби, а другие почти никто. И вот, когда была снята последняя, седьмая печать, об этом мы читаем в восьмой главе Откровения в первых двух стихах. Когда он снял седьмую печать, сделалась безмолвие на небе, как бы на полчаса. И я видел семь ангелов, которые стояли перед Богом, и дано им семь труб. Печати все сняты. Теперь свиток можно развернуть. Теперь книгу можно открыть, и можно прочитать то, что там внутри написано. Агнец ее раскрыл. Есть такие толкователи Библии, которые говорят, вот здесь, в этом моменте, очевидно, нужно понимать, произойдет восхищение церкви. Вот это полчаса безмолвия, это тот момент, когда на небе ничего не будет делаться, или на земле, и в это время восхитится церковь. Но я так, Слово Божие, на основании ряда мест священного писания, не понимаю. Теперь, когда эти печати раскрыты, то видит Иоанн дальше, что семь ангелов поставлены с печаль, с трубами, и теперь они на небе будут трубить, это что-то обозначает, а на земле должно исполняться то, что обозначает этот трубный зов. То есть, в этой книге написано, в этом свитке, какие суды будут дальше здесь, на этой земле. И об этих судах после семи труб мы читаем в Откровении с восьмой по четырнадцатой главах. Это великие наказания будут здесь, на этой земле. И вот о первой трубе мы читаем в восьмой главе Откровения в седьмом стихе. «Первый ангел вострубил, и сделался град и огонь, смешанный с кровью, и пали на землю, и третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела». Может, это будут какие-то атомные бомбы, может, это что-то другое будет, но будет весьма страшно, если вся зеленая трава сгорит, если третья часть деревьев сгорит здесь, на земле. Мы вспомним теперь об этом граде, который будет. Седьмая казнь в Египте тоже была с таким тяжелым градом, но теперь она будет смешана с кровью. Когда ангел затрубил во вторую трубу, то мы читаем в восьмом и в девятом стихе этой главы. «Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью». То есть теперь какое-то другое стихийное бедствие или реактивное излучение, и до того сильное, что оно поражает третью часть всех океанов и морей нашей планеты, и третья часть кораблей, а их как много во всех странах мира, и третья часть всей твари, которая живет в воде, все это погибает, потому что вода сделалась кровью. Она не стала больше пригодной для жизни и для плавания. Далее мы читаем в десятом и в одиннадцатом стихах. «Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезды – полынь, и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от воды, потому что они стали горькими». Значит, если вода в море испортится от этих различных бедствий, то и пресная вода в источниках, она тоже станет непригодной, и она будет превращена в кровь, или горькой станет, непригодной для питья. И третья часть всей пресной воды, которой пользуются люди, будет непригодна к пище, непригодна к употреблению, потому что она будет ядовитая, и от этого умерет много людей на земле. И когда затрубил четвертый ангел, то одна третья часть небесных светил были поражены тьмой. То есть это должны быть страшные бедствия, если они на нашей планете оставят такие большие следы. И так от судов первых четырех труп погибнет треть деревьев, моря, судов, морской твари, пресной воды, небесные светильники на третью часть затемнятся и сгорит. Вся трава и погибнет много людей. Многие люди понимают, что это должны, очевидно, быть какие-то атомные или водородные, или кобальтовые, или какие-то бомбы, которые будут употреблять люди во время этих войн друг против друга, что от этой радиации произойдут такие страшные следы. Но, может быть, это что-то будет и другое. Но если Бог говорит, что это будет, то оно непременно случится. Мы на протяжении более 20 вечеров все время читали, как Господь говорит, так и так будет. Из истории потом находили подтверждение, что все, что говорит Бог, оно точности исполнялось. И то, о чем теперь в эти вечера, три вечера мы еще будем говорить, с такой же ясностью и твердостью мы можем сказать, что это тоже исполнится. И вот мы читаем дальше о пятой трубе, в девятой главе Откровения. До того, как он затрубит, один ангел сказал на небе, «Горе, горе, горе, горе от тех бед, которые еще должны прийти». То есть после труб следующих трех ангелов будут еще больше, еще худше, еще тяжелейшие бедствия для людей, живущих на этой земле. И когда пятый ангел затрубил, мы читаем, что саранча из кладезя бездны вышла, и она будет мучить людей пять месяцев. И тех людей, которые не имеют печати Божией, то есть те, которые не примут начертания зверя, эти 144 тысячи, которые запечатлены печатью Божией, их оно не коснется, как ни касались многие казни народа израильского, когда и Господь поражал Египет. И этот укус от этой саранчи будет мучить людей, как яд от скорпиона. В 9 главе, в 6 стихе мы читаем, «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них». Когда была изобретена нейтронная бомба, и в России много печатали в газетах о том, как она будет действовать, я тогда открыл Библию на этом месте и сравнил. Ведь точно то, что говорит Библия здесь, что нейтронная бомба не убивает людей, она только мучит людей до пяти месяцев, она не касается ни животного мира, ни растительного мира, а только специализирована на людях. Я тогда подумал, ну как люди смогли изобрести то? А Бог дает им на это мудрость, помогая самому человеку готовить для себя это страшное оружие на период великой скорби. От шестой трубы, или после того, как ангел вострубил шестую трубу, гибель одной трети всех людей при реке Ефрате подготовлено. Об этом мы читаем в девятой главе с тринадцатого стиха. Здесь напится на следующее. «Шестой ангел вострубил и услышал я голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом, говорящий шестому ангелу, имеющему трубу, освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Ефрат. И освобождены были ангелы, приготовленные на час и день и месяц и год для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска было две тьмы тем, и я слышал число их. Так видел я в видении коней, и дальше описывается, какими они были. То есть для того, чтобы открыть определенному войску, а их будет двести миллион, тьма – это сто тысяч, тьма тем – это сто миллионов, а две тьмы тем – это двести миллионов. Чтобы двести миллионной армии открыть дорогу через Ефрат, там нету больших мостов, для этого нужно этот Ефрат как-то высушить, как когда-то Господь убирал воды Мертвого моря или Ордана, чтобы народ израильский мог пройти. Теперь Господь приказывает ангелам осушить эту реку, чтобы враги израильского народа могли через Ефрат отправиться в Иерусалим для того, чтобы вести эту последнюю войну против народа израильского. Вот здесь готовятся люди к этой великой битве или возможность, и третья часть жителей земли от этого похода должны погибнуть. То есть еще два миллиарда человека. Одна четверть и две, одна треть – это уже больше половины погибнут еще до того, как начнется вторая половина великой скорби. В эти дни в Израиле будут пророчествовать два свидетеля, и будут они пророчествовать 1260 дней или 42 месяца, или 3,5 года. В 11 главе Откровения с 3 по 6 стихи мы читаем о этих двух мужах. «И дам двум свидетеля моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличанные во вретище. Это суть две маслины и два светильника, стоящие перед Богом. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. И если кто захочет их, значит, захочет убить, тому надлежит быть убитым. Они имеют власть сотворить небо, чтобы не шел дождь на землю в дни пророчествования их. И имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякою язвою, когда только захотят». Кто это эти люди? Часто задается этот вопрос. И здесь у богословов некоторые мнения. Одни говорят, что очевидно, это будет Моисей и Илья, которые делали в свое время великие чудеса. И эти два мужа присутствовали, когда на горе преображения преображался Иисус Христос. Это были свидетели или преображения Христа, или Моисей как представитель закона, а Илья как представитель пророчества. Другие говорят, очевидно, это будет Енох и Илья, потому что эти две личности были живьем взяты на небо. Еврейские богословы говорят, что мы верим, что Господь пошлет нам еще раз великих пророков. Кто из них прав, неизвестно. Оно и не имеет такого большого значения. Мы хотим быть на небе. Церковь проповедовать в это время не будет, а эти люди будут сильными проповедниками здесь на земле. И вот эти, великий сон спасенных из 7 главы Откровения, которые находятся перед престолом в белых одеждах и с пальмовыми ветвями, и эти 144 тысяч запечатленных из израильского народа. Это, очевидно, будет плод проповеди этих великих людей. И им никто не сможет помешать. Других простых людей будут убивать, если они не примут начертания, если они не будут поклоняться этому антихристу. А этих двух проповедников никто не сможет убить. И они будут во время первой половины великой скорби проповедовать. А если бы не было еще благодати, то нельзя было бы покаяться. А раз гнев Божий смешан еще с благодатью, то нужно людям показывать еще путь к Господу. И эти два свидетеля будут это делать. И вот как церковь является первенцем из всех народов земли или первым снопом от жатвы, так эти 144 тысяч из израильского народа являются первенцами и спасенных евреев. Потом в конце великой скорби будет остаток Израиля, весь спасется. Значит, сперва идут первенцы, церковь и 144 тысячи. Потом из народов идет великое множество в белых одеждах с пальмовыми ветвями или те, которые будут у стеклянного моря в белых одеждах и с этими гуслями в руках. У них уже нет престола, у них нет венца, они не относятся к церкви. Церковь взята раньше, но они тоже спасутся. Они не будут ни женихом, ни невестой на браке, но будут на браке гостями. Они тоже получат спасение, но они должны доплатить с ценой своей жизни. И они тоже еще спасенные, но к церкви не относятся. И вот великое множество людей это вторичный плод, это жатва земли, а остаток Израиля, который спасется, это вторичный плод израильского народа. И в начале этого времени открывшийся антихрист заключит с Израилем тот мирный договор, о котором сегодня так стараются эти евреи, стараются палестиненцы, стараются все эти советчики из Вашингтона, из Москвы, из Берлина, из разных стран мира, и никак не могут к этому миру прийти. Почему он нужен? Об этом я скажу в следующий вечер, но этот мир обязательно им нужен. Апостол Павел сказал в первом послании к фессалоникийцам в пятой главе, в третьем стихе, «И когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно имеющей, и не избежит». Вот когда этот мир наладится, когда скажут, «Наконец теперь мы достигли безопасности», вот тогда именно будет самый критический момент. И Еремия сказал в шестой главе, в четырнадцатом стихе, и Зекииль об этом писал, «Они говорят, мир, мир, а мира нет». И сегодня много говорят об этом мире, а мира нет, но тогда этот фиктивный, фальшивый мир будет достигнут. Сегодня ни один президент земли не сможет разрешить вопрос Иерусалима. Невозможно примирить еврея с арабами, и только антихрист, то есть сатана это сделает фиктивно, а и в действительности, в тысячелетнем царстве их потом примирит Христос. И в середине 70-й седмины он нарушит этот договор. Он его вначале заключит, а потом он его нарушит, потому что он лжец и отец лжи. Пророк Даниил об этом сказал уже заранее в 9 главе в 27 стихе, «И утвердит завет для многих одна седмина», то есть последняя, «а в половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная, предопределенная гибель постигнет опустошителя». Окончательная гибель. Этой окончательной гибели до сих пор еще не было. Она еще не постигла опустошителя, то есть сатаны, но она его постигнет. И что же он сделает тогда в середине этой 70-й седмины? Апостол Павел сказал и об этом во 2-м послании к фессалоникийцам, во 2-й главе, в 4-м стихе. «Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом и святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Антихристос. То есть тот, который выдает себя за Христа. А здесь мы имеем триединную или сатанинское триединство, как мы имеем Бога в трех личностях, в Отце Синий, Дух и Святом. Так сатана является как бы противником Бога, а антихристос противником или, значит, прообразом как бы Иисуса Христа. А лжепророк – это противник Духа Святого. И это сатанинская коалиция или триединство, она откроется именно в это время. И этот антихрист только с той целью заключил союз с евреями, чтобы войти в доверие. И теперь, в середине этой седмины, когда он объявит себя Богом, когда он сядет во храме, требуя, чтобы ему поклонялись, тогда народ израильский поймет свое заблуждение. И этот антихристос старается многое изменить в израильском народе. Даниил предсказал в 7 главе, в 25 стихе, «И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руки его до времени и времен и полувремени». То есть, отсюда бы еще три с половиной года народ израильский будет передан в руки этого антихриста. И вот тут, в середине этой седмины, этому антихристу удается убить этих двух свидетелей. Этот антихрист – это не простой человек, это воплощенный в человеке сатана. Как Христос был воплощенный в человеке Бог. И вот этот антихристос, он убьет этих двух свидетелей. По мировому телевидению это будет показываться. Люди во всех странах мира будут видеть это, что они, наконец, убитые. И Библия говорит, что люди до того обрадуются, что друг друга будут поздравлять, друг другу подарки давать. Наконец, они избавились от этих двух людей, которые затворяли небо от дождя, которые посыляли различные бедствия на людей всей земли. И теперь они убиты. Их даже не дадут похоронить. Они три с половиной дня будут лежать на улицах Иерусалима. И не успеют выключить телевизоры и телекамеры, как они воскреснут, и голос позовет их на небо. И они будут восхищены. И весь мир увидит не только убийство этих людей, но увидит, как в них войдет дыхание, жизни, и они опять уйдут на небо. Они окончили свой труд, и теперь, начиная с этого времени, уже не будет больше милости Божией для живущих на земле людей. Как же отнесется основной израильский народ к этому? Им проповедовали эти два свидетеля три с половиной года. И они же видят в Иерусалиме, что произойдет с этими двумя свидетелями. В одиннадцатой главе Откровения мы читаем в тринадцатом стихе. «И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала, и погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих. Прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному, и никто не покаялся». Они просто трепещут перед Богом. Когда речь идет о городе и не названо его имя в пророческих местах, то речь идет о Иерусалиме. То есть это страшное бедствие, это сильное землетрясение, это гибель семь тысяч человек в Иерусалиме. Она сильно тронет людей, живущих там, но к Богу они все равно не придут. И здесь, как я уже сказал, кончается время милости Божьей. В 10 главе Откровения с 5 по 7 стихи мы читаем. «И ангел, которого я видел, стоящего на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что на нем, что времени уже не будет. Времени ко спасению не будет. Время-то не кончается, время идти будет, и часы будут идти, и солнце будет идти, но времени для спасения не будет». И дальше здесь написано, «Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам, своим пророкам». Некоторые говорят, вот в этом месте должно быть вознесение церкви. Мы понимаем так, что здесь будет, отсюда теперь пройдут суды Божьи, о которых он говорил через пророков, через апостолов, через Иисуса Христа, и что откроется то, что будет дальше здесь, на этой земле. О шестой трубе мы читаем в Откровении, в девятой главе. С тринадцатого по двадцать первые стихи, извиняюсь, это я уже сказал. Теперь подходит время седьмой трубы. Это время седьмого третьего горя, о котором ангел сказал особенно. И здесь, как я сказал, начинается время второй половины этой великой скорби. Одиннадцатая глава, пятнадцатый стих. «И седьмый ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, царство мира садилось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». На небе это теперь совершилось. Теперь же это царство Божие должно здесь воцариться на земле. Но тут антихрист, тут великая скорбь, и то, что на небе теперь совершилось, должно или было предречено, предсказано, или высказано, то должно теперь случиться на земле. Двенадцатая глава говорит нам об Израиле. Она показывает нам женщину, которая преследуется за змеем. Католическая церковь учит, что это вот она, что дракон будет ее, католическую церковь, преследовать. А фактически речь идет об Израиле. Жена, облеченная солнцем. Эти двенадцать звезд. Это луна у ее ног. Мы думаем, вспоминаем сон Иосифа, когда он видел, что солнце, луна и одиннадцать звезд поклонялись ему. То есть он говорил о своем отце, о матери и своих братьях. И этому Израилю, во второй половине этой великой скорби, Господом будет дано убежище. Есть богословы, которые говорят, вот эта речь здесь идет о церкви, значит церкви, а церковь останется на время великой скорби, и церкви будет дано убежище здесь на этой земле. Нету места в Библии, которая говорит об этом, и речь идет здесь не о церкви, она уже у Господа, а речь идет об израильском народе, который никак еще не покаялся. В двенадцатой главе, в шестом стихе мы читаем, «А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней». То есть это вторая половина великой скорби. Есть ли в Ветхом Завете предсказания об этом? И богословы видят у Даниила в одиннадцатой главе, в сорок первом стихе, место, которое можно бы сюда применить. «И войдет он в прекраснейшую из земель, и многие области пострадают, и спасутся от руки его только едом, моав и большая часть сынов Омоновых». И Антихрист войдет в израильскую страну. «И спасется от него только вот эта соседняя страна». Эти три народы, то есть потомки Исава и потомки Лота, они жили в то время на той территории, где сейчас находится Иордания. «Может быть, говорят некоторые богословы, что здесь где-то в пустыне Господь приготовит место, где Он скроет израильский народ. Но при сегодняшнем вооружении, при сегодняшней технике это будет, человечески рассуждая, почти невозможно. Но раз в Библии сказано, значит будет. Господь в стольких местах обещал свою защиту израильскому народу, и Он этот народ обязательно защитит». И вот здесь во второй половине, в начале второй половины этой великой скорби, или в середине этой последней седмины происходит война на небе. Тот дьявол, который обольчал до сих пор все народы, тот дьявол, который клевещет на нас день и ночь перед Богом, он теперь неизвержен на землю, и потому что он на земле, здесь нету больше благодати Божией, и здесь нету милости. 12 глава Откровения говорит нам 7 стиха и далее об этом. Архангел Михаил, то есть предводитель воинства небесного, со своей армией ангелов борется с павшими ангелами. Это мирное правительство Антихриста. Но он действует не один. У него еще есть идеолог, то есть есть пророк, который помогает ему. И о нем мы читаем в этой же 13 главе, с 14 по 17 стихи. Что же он делает? «И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя говорил. И действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает тот, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их и на чело их. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или чешло имен его. Вот это идеология этого лжепророка. Сделать печать сатаны каждому человеку, кто с печатью Божьей будет в сердце, печать Духа Святого, мы запечатлены этим Духом Святым, или эти спасенные, 144 тысяч, получат печать Божью на челе своем. Они уже не могут принадлежать сатане, но тот, кому будет положена печать сатаны на руку и на голову, никогда Богу больше принадлежать не будет. Он вместе с сатаной будет потом неизменно в аду. Да сохранит нас Господь всех от этого. Мы теперь споем куплет из псалма и продолжим тему. И вот в начале этого тяжелого времени, когда этот антихрист будет господствовать на земле, уйдут и эти 144 тысяч на небо. И те, которые примут смерть мучеников, они будут вознесены на небо. 13, то есть 14, 15 глава, 2 стих говорит нам о большом сонме людей. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя и образ его, и начертание его, и число имен его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божия. То есть из этого тяжелого времени ушли эти люди, которые были вознесены на небо. Как я уже сказал, они не относятся к церкви, но они еще получили спасение. И вот теперь в 14 главе, в 7 стихе мы читаем об ангеле, который возвещает Евангелие. Некому больше проповедовать на земле из людей. Убиты все верующие, кто не вознесен, а те, кто приняли начертание, они больше проповедовать не будут. Убиты эти два свидетеля, и теперь Слово Божие возвещается ангелам. 14 глава, 7 стих. И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод». Ничего не сказано о спасении, ничего не сказано об Иисусе Христе. Это проповедь Ветхого Завета, и благодати Божией здесь уже нет. Проповедует здесь ангел, призывая людей ко спасению, потому что людей уже проповедующих нет. И вот к концу этой второй половины великой скорби созрела жатва на земле. Как-то Христос говорил ученикам, что оставьте, мол, что говорил он им притчу о пшенице и плевелах, и в этой притче было сказано «Оставьте все до жатвы». А когда наступит время жатвы, то будем делить плевелы или эти сорняки от пшеницы. И вот 14 глава Откровения возвещает нам о том, что жатва на земле созрела. Часто на празднике жатвы читается это место, может, часто и не понимая, как страшно будет то время, когда это в действительности исполнится. 15 и 16 стихи. И воскликнул громким голосом к сидящему на облаке «Пусти серд твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». Поле – это мир, и вот в этом мире, в этом поле созрела жатва. Но есть еще одно место, где должна созреть жатва. Это виноградник, это израильский народ. И в 19 и 20 стихе мы читаем. «И повер ангел серд свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил великое точило гнева Божия, и истоптанные ягоды вточили за городом, и потекла кровь, и сточила даже до ушконских. Созрел и израильский народ к суду Божьему, и созрел весь народ, оставшийся еще в живых, к этому суду. Прошло время благодати, два тысячи лет, прошла первая половина великой скорби, когда эти свидетели еще проповедовали, и те, кто спасения не приняли, для них спасения больше нет. «Созрела жатва земли, и серп будет пущен, и созрела жатва виноградники, и будет обрезан этот виноград, и будет истоптан, и кровь польется рекой», говорит нам Слово Божие. Это суд над миром и суд над Израилем, который на небе возвещен, а теперь на земле оно должно все исполниться. Как оно будет исполняться? Это описывается прообразно в семи судах, когда ангелы будут выливать чаши с гневом Божьим на землю, то на земле будут совершаться великие события с пятнадцатой по девятнадцатой главы из книги Откровения. И это последние суды. Это самые страшные суды. Первые четырнадцать судов – это было начало. Тогда дело шло о судах семи печатей, о судах семи труб, но теперь будет изливаться гнев и ярость Божья. Шестнадцатая глава, первый стих. И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, «Идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». И вот когда первый ангел вылил свою чашу, шестнадцатая глава, второй стих. «И сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его». Сейчас уже многим людям введены вот эти микропластинки в организм, которые имеют его номер. Это делаются эксперименты с взрослыми людьми, с детьми, с многими заключенными. Это уже много тысяч людей живут с этими пластинками. И когда одного ученого спросили, «А что будет, если эта пластинка откажется?», то ученый сказал, «Все тело человека покроется гнойными ранами. Это будет отравление всего тела человека». А Иоанн описал это тысячу девятьсот лет тому назад, что все те люди, которые примут вот это начертание, которые примут эту микропластинку, «Они потом во время великой скорби получат вот эти гнойные раны». Это была шестая казнь в Египте. То есть казни великой скорби, они подобны тем казням, которые были в Египте. «Когда второй ангел вылил чашу гнева Божьего на землю, то все море сделалось, как кровь мертвеца, то есть застыло. И все живое в море умерло в ней. А во время второй трубы это была только одна треть. Она превратилась в кровь, но она не как в кровь мертвеца. Значит, будут еще какие-то такие страшные бедствия, которые воду сделают вот в такое состояние. Мы представим себе, если вся вода будет как кровь мертвеца, и все погибнет, и все суда, которые были на ней, они не поплывут дальше, значит, и эти люди, и эти суда, все должно погибнуть. Когда третий ангел вылит свою чашу, то вся пресная вода сделается кровью. Если во время третьей трубы только одна треть этой воды сделалась горькая, как полынь, и многие люди от нее умерли, то теперь вся пресная вода будет как кровь. В Египте это было семь дней во время первой казни, что вода в Ниле сделалась как кровь. Теперь она останется такой. И когда четвертый ангел вылит в свою чашу, то солнце будет сжечь людей страшным огнем, а во время третьей трубы солнце померкло на одну треть, а теперь оно станет до того сильно сжечь, что будет невиносимо людям жить. Может быть, что от этих всех ядерных, этих различных термоядерных бомб, озоновая защита будет убрана, или что Бог сделает, неизвестно, но будет невыносимо для людей, живущих на земле. И от того, что пятый ангел вылил в свою чашу, царство зверя стало мрачным, а люди дальше будут хулить Бога от тех язв и от тех страшных страданий, которые будут иметь. Представим себе море, застывшая кровь, вся пресная вода, как кровь, страшная жара, страшные гнойные раны, вся трава сгорела, что есть, что пить, как жить. Может ли Бог это сделать? Да, так написано в Библии. Те, кто идут навстречу этому времени, они не знают, на что все придется рассчитывать. Люди говорят о новом времени, о новой эре, о новом мировом порядке. Вот чему человечество идет навстречу, раз они оставили Бога. В Египте только три дня была тьма во время девятой казни. И вот теперь, когда шестой ангел вылил свою чашу, тогда река Ефрат пересохла. Там только готовилось это. Ангелы были отпущены, подготовлено было, что двухсотмиллионная армия выйдет, что третья часть мирового населения погибнет. А теперь мы читаем здесь, в шестнадцатой главе, с двенадцатого по четырнадцатой стихи. Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям с восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророков трех духов нечистых, подобно жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли, всей вселенной, чтобы собрать их на брань, и в онный великий день Бога Вседержителя. Теперь идет последняя пропаганда среди всех правителей земли, чтобы собрать все армии мира и уничтожить евреев. И соберет он их, как говорит шестнадцатая глава, в долине Армагеддон. То есть теперь начинается последняя пропаганда. Наконец, во всем же виноваты евреи. Помните, как говорил этот царь, пророк Илье, ты виноват во всем, вот ты затворил небо и землю. И теперь люди будут обвинять, что евреи во всем виноваты, еврейский Бог это делает. Как в Египте фараону говорили, да отпусти этих евреев, ихний Бог все истребит. Теперь люди увидят, что может делать этот Бог. Но цель сатаны – не привести людей к покаянию. Нет, ни в коем случае. Они хотят, чтобы люди эти погибли. Сатана хочет, чтобы эти люди погибли. Он хочет уничтожить израильский народ. И шестнадцатый стих говорит, и он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Что будет там, об этом мы поговорим в следующий вечер. Но вот об этой битве уже пророки в Ветхом Завете говорили. Не только здесь в Откровении говорится об этом. Пророки заранее знали об этом, что когда-то соберутся все войска земли для того, чтобы воевать против Израиля, то есть против Бога. Во втором псалме мы читаем в первых пяти стихах. Зачем метутся народы и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его? Расторгнем узы их и свергнем в себя оковы их, то есть оковы Бога и оковы Христа. Живущий на земле посмеется, Господь поругается им, тогда скажет им во гневе своем и яростью своею приведет их в смятение. Об этом говорил псалмопевец Давид уже, что так получится в конце времени. Или пророк Иоиль тоже видел это наперед. Он пишет в третьей главе, в первых двух стихах, «Ибо день, в те дни и в то самое время, когда я возвещу плен Иуды и Иерусалима, я соберу все народы и приведу их в долину Иесафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, который они рассеяли между народами и землю мою разделили». И дальше с 9 по 14 стихи. «Провозгласите об этом между народами, приготовьтесь к войне, возбудите храбрых, пусть выступят, поднимутся все ротоборцы, перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья». Один раз в Библии вот так сказано. Сказано несколько раз наоборот, что надо мечи перековать на лемеха и серпы перековать на стрелы. А здесь наоборот сказано. «Делайте из всего оружия, готовьтесь к Армагеддону». Я читаю дальше. «Спешите и сходите, все народы окрестные, и соберитесь туда. Господи, веди Твоих героев, пусть воспрянут народы и взойдут в долину Иесафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела, идите, спуститесь, ибо точило полно, и подточили переливаются, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине суда, ибо близо день Господень в долине суда». Вот такими мрачными словами, такой мрачной картиной рисует пророк Уеоиль этот страшный день, который будет в конце этой великой скорби. И пророк Езекииль тоже об этом времени говорил в 38 главе с 8 по 12 стихи. «После многих дней ты понадобишься», то есть тот, который живет выше Иерусалима, Гог из Магога, а Иерусалим и Москва находятся на одном меридиане. «После многих дней ты понадобишься, в последние годы ты придешь в землю, избавленную от меча, собранную из многих народов на горы Израилевы, которые были в постоянном запустении, но теперь жители ее будут возвращены из народов, и все они будут жить безопасно». Вот почему мир нужен, чтобы они жили безопасно, и армия севера могла двинуться на евреев. «И поднимешься, как буря, пойдешь, как туча, чтобы покрыть землю, ты и все полчища твои, и многие народы с тобою». Так говорит Господь Бог. «В тот день придут тебе на сердце мысли, и ты задумаешь злое предприятие, и скажешь, поднимусь я на землю неогороженную, пойду на беззаботных, живущих беспечно. Все они живут без стен, и нет у них ни запоров, ни дверей, чтобы произвести грабеж и обобрать добычи, наложить руку на вновь заселенные развалины и на народ, собранный из народов, занимающийся хозяйством и торговлею, живучи на вышине земли». То есть пророки в Ветхом Завете ясно говорили о том, что все народы мира или все армии мира будут собраны для великой битвы. На Армагеддонскую битву или на долину Иосифата она имеет несколько имен в Священном Писании. И вот в наше время идет интенсивная подготовка к этой последней страшной битве. И эта подготовка идет во всей земле. На 25-м съезде Коммунистической партии СССР 25 февраля 1986 года Михаил Горбачев сказал следующее. «Вопрос советских евреев является составной частью необузданной антисоветской пропаганды. Я за эмиграцию советских евреев в Израиль, но после глобальной ответственностью является исполнение того, что тщетно пытались делать на протяжении столетий. А что пытались тщетно делать на протяжении столетий? Уничтожить Израиль». И Горбачев говорит, «Пусть едут все, а потом их там надо всех уничтожить». 22 октября 1986 года египетская газета «Эль-Нур» писала, «Мы только поджидаем момент, когда все евреи будут собраны в Палестине, чтобы их всех уничтожить в большой резне». Или Арафат сказал в Хевроне, «Мы будем бороться до тех пор, пока в Палестине не останется ни одного еврея». За 4 года, с 1984 по 1988 год, СССР продала в основном в страны Третьего мира оружие на 64 миллиарда долларов Ираку, Сирии, Египту, Саудовской Аравии и другим странам. То есть Россия готовит все эти страны к войне, снабжая их необходимым оружием. Почему? Во-первых, богатство Израиля большое, тут мы читали, в страну, обобрать эту страну, а главная причина – Сатана воюет против Бога. Он борется против Бога, а народ Божий, Израиль и Церковь всегда были бельмом в глазу у Сатаны, и коммунисты всегда были врагами народа Божьего. И вот поэтому в душе вот эта, эта ненависть к этому народу и цель Сатаны руками этих людей уничтожить израильский народ. И в настоящее время мир разделен на три лагеря. Основные силы составляют две коалиции. Это с одной стороны коммунистические, бывшие коммунистические державы, с другой стороны сильные капиталистические державы, объединенные вокруг НАТО, Северно-Атлантического военного блока. А потом есть страны третьего мира. Это не так важные страны, но все эти три коалиции, они интенсивно готовятся к этой последней войне, к этой Армагеддонской битве. В середине 1979 года гигантские советские грузовые самолеты Ан-22 Антей перебросили за 22 часа два армейских корпуса с Кавказа с танками, артиллерией, электронной техникой в Южный Емен и Вифиопию. Это было 6 тысяч километров за 22 часа. Две армии были там. Для чего? Чтобы там иметь совместные маневры. А почему это делалось? Несколько недель до этого президент Сирии Асад, теперь уже покойный, посетил Москву, где ему подарили 500 миллионов долга. Значит, почему же тогда русская армия направляется туда? Ну, можно же было где-то в Монголии или где-то в тундре, у чукчей или у ненцев, где-то воевать учиться? Нет. Нужно поближе к Израилю, чтобы там, в пустыне, учиться вместе с арабами воевать. В середине июля 1981 года проводили совместные военные учения русских и сурийских войск в Сирии для нападения на Израиль. В декабре 1981 года в Ливане проводились совместные учения 8 тысяч русских и 10 тысяч арабских солдат. Но почему всегда там? Потому что это идет подготовка к этой войне. Когда в 1982 году евреи заняли Ливан, Южный Ливан, то они обнаружили, где железные ворота в горах. Когда их вырвали, то нашли подземные склады, где было русского вооружения на 1 миллион солдат. И боеприпасы, все необходимое. Специальные, значит, большие трактора с алмазными коронками сверлили пещеры 15 метров диаметром. Туда заходили из моря, заходили подводные лодки, закрывали шлюзы, из подводных лодок выгружалось вооружение, и подводные лодки опять, когда шлюзы открывались, уходили. Весь мир ничего не заметил, и евреи 6 месяцев по 200 грузовиков в день вывозили боеприпасы оттуда, русское оружие, приготовленное для Третьей мировой войны, рядом, возле Израиля, на Ливанской территории. Значит, это одна сторона готовится к войне против Израиля. А что делает другая сторона? 15 ноября 1981 года гигантские американские самолеты «Галактик» из Америки и Европы без промежуточной посадки перебросили войска на Ближний Восток за 17 часов. Значит, войска были за 17 часов из Америки доставлены на Ближний Восток. 8 тысяч солдат участвовали в 14-дневных маневрах. Были солдаты из Америки и Египта. Учения проводились в Египте, в Сомали, в Судане и Омане. В середине февраля 83-го года Соединенные Штаты Америки опять провели большие учения в этом районе с новейшими самолетами. В августе 83-го года американцы проводили самые большие морские маневры в Индийском океане и на Ближнем Востоке с солдатами самых различных родов войск. Одновременно проводились учения американских и японских войск. 30 тысяч солдат, 117 самолетов, 150 кораблей только японских. И они готовятся к этой войне. Ну почему же они в Канаду не едут? Туда, на север, где эскимосы, или в Австралию, или где-то в Бразилию? Ведь есть много мест, где можно учиться воевать. Нет, люди учатся здесь, возле Израиля, зная, что последняя роняя война у них будет здесь. С 81-го по 86-й год в Средиземном море проводилось 19 военных учений. В начале 85-го года военно-морской флот Соединенных Штатов и Израиля проводил совместные маневры в Средиземном море. И о войне у Персидского залива в 91-м году президент Америки Буш сказал «Последняя генеральная репетиция на месте». Это было в 91-м году. Последняя репетиция. И это война, буря в пустыне, когда 40 с лишним дивизий арабов были уничтожены. И все это показывалось по всему миру, что можно делать с американской техникой. И вот так войска этих двух коалиций готовятся к этой войне. А что же делают страны Третьего мира? Они тоже будут участвовать в этой войне. Весной 82-го года была открыта китайская дорога дружбы между Китаем и Пакистаном через Тибет в сторону Ближнего Востока. У Китая отца в 4 миллиона солдат. И один политический деятель Китая сказал «В Третьей мировой войне мы будем участвовать с 200-миллионной армии». А мы читали там у Ефрата, чтобы Ефрат разошелся, там будет 200-миллионная армия. Китайцы приготовили эту армию и приготовили три военных автострады вдоль своей границы через 100 километров друг от друга. И через 100 километров у них промежуточные трассы. Если одна будет разрушена, чтобы военная техника могла двинуться по этим трассам. У китайцев нет таких самолетов, как у русских и у американцев, чтобы за какие-то 17 или 22 часа перекинуть армию на юг. Они должны ехать под своим дорогом. И они дорогу себе приготовили. Когда мы еще жили в Союзе, я читал в журнале «Вокруг света» о строительстве Асуанской плотины. Шесть лет тому, или четыре года тому назад, мы были в Египте на этой Асуанской плотине. Это единственная большая дорога, или большой мост через Нил. И приготовлена трасса из Центральной Африки через Асуанскую плотину и через пустыню, чтобы враги или войска африканских стран могли двинуться на Ближний Восток. Все это приготовлено. И армии готовы, и техника, учения приготовлены, и пророки сказали, и Христос сказал, и Иоанн сказал. Теперь мы живем в то время, когда это скоро исполнится. Мы не за войну. Мы хотим, чтобы этой войны не было, но эта война будет. Когда-то Наполеон, будучи там на возвышенности в Мегидо, и мы несколько раз были там, смотря на эту широкую долину, сказал следующие слова, судьба мира будет решаться здесь. И здесь, говорит, достаточно места, чтобы в боевом порядке выставить все армии мира. В мае 87-го года президент Райган сказал, в районе Персидского залива решается вопрос мира во всем мире. Люди со старых времен, наши сегодняшние политики, это прекрасно все понимают. Здесь, возле Иерусалима, будет разрешаться вопрос мира во всем мире. Нет больше. Здесь будет кончаться борьба между Богом и Сатаной. Здесь Бог покажет, на что он способен. Я сегодня желаю закончить словами пророка Исаии. Он в древнее время тоже знал об этом и сказал следующее. 46-я глава с 9-го по 13-е стихи. Вспомните прежнебывшее от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю. Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Я сказал, и приведу это в исполнение, предначертал и сделаю. Послушайте меня, жестокие сердцем, далекие от правды. Я приблизил правду мою, она недалеко, и спасение мое не замедлит, и дам Сиону спасение Израилю славу мою. И несмотря на то, что все народы мира готовятся к этой войне, и будет великое сражение там, и с разных сторон двинутся армии туда, на Ближний Восток, Господь говорит, что спасение Он даст израильскому народу. Но слава Богу, что не только Ему, спасение Он дал и Церкви. И мы слыхали, что есть возможность избежать всего этого. И Христос так предупреждал, чтобы мы бодрствовали, чтобы молились, чтобы мы были сподобны, или чтобы сподобились избежать всех сиих грядущих событий, которые грянут на всю Вселенную. Эта страшная война охватит все страны мира. И эти страшные стихийные бедствия, они придут на всю нашу планету, и почти не останется людей, которые останутся живыми. Кто это будет, об этом мы услышим в следующий раз. Сегодня мы будем благодарить Бога за то, что Он не только судья, но Он и спаситель. За то, что Он много раз предлагает спасение. Если человек в конце не слушает, он должен наказать, потому что Он справедливый Бог. Если Он не накажет за послушание, то люди же и не будут верить, что Он исполнит Своё обещание в благословении. И мы будем благодарить за то, что есть выход, избежать всего этого. И дальше будем своим друзьям, своим родственникам говорить об этом. Они остаются на великую скорбь, на страшные события, и сохранит Господь каждого из нас и любого живущего на земле человека от этих великих событий, которыми идет навстречу наш мир. Они остаются Продолжение следует...